Я долгое время размышлял, Господи, у меня такое чувство, когда я читал Анора де Бальзака, ну, казалось бы, ну, просто, ну, ну, там подумаешь, ну, конечно, там он был писателем, он был знаменитым философом, может быть, на это как-то не стоит обращать внимание. Он пишет о том, что есть люди, которые родились уже нечестивыми, он пишет о какой-то презреченности, и у него есть одно из таких выражений, которое стало афоризмом. Анора де Бальзак пишет, послушайте, это очень интересно. Праведные и нечестивые люди, они подобны хорошему и плохому вину. Хорошее вино с годами становится лучше, плохое вино с годами становится все хуже, хуже и хуже. Праведный человек с годами становится все праведней, нечестивый человек с годами становится все хуже, хуже, хуже и хуже. И вот я реально отслеживаю эти вещи, в том плане, что я наблюдаю, есть люди, которые пришли в церковь, покаялись, они идут, прут буквально, да, они растут, они возрастают, они меняются, они становятся все лучше и лучше и лучше, и есть обратная сторона, есть люди, которые вроде бы покаялись, да, вроде бы принял ввод на крещение, но с годами он становится только хуже и хуже, он становится все злобнее и злобнее, все хуже и хуже. Я хочу сказать о том, что на самом деле этого человека вообще ничем, абсолютно ничем, ну вот не угодишь ему, ничего ему не устраивает, ему все плохо, все там, прославление плохое сегодня. И вы знаете, вот у железной леди было такое выражение, даже если ты будешь ангелом, с такими большими ангельскими крыльями, кому-то обязательно не понравится шелест твоих крыльев. Как бы ты ни старался, я понял, что есть люди, которым просто угодить невозможно, хотя апостол Павел пишет о том, что не подавайте повода ищущим повода. Есть люди, я хочу сказать, мы живем в такое время, когда есть люди, которым вообще ничем не угодишь, ничем, каким бы хорошим ни был, каким бы ты там святым ни был, там хоть там семь пядей во лбу или там у тебя там семь духовных образований, ничем не угодишь, хоть живешь там праведной жизнью, там, ну на самом деле не загрешаешь, там, не пьешь, там, нигде не блудишь, там, ну и так далее и подобное, все равно ты плохой. Потому что Библия объясняет, потому что для нечистого нет чего-либо чистого, это Библия написана, потому что осквернены и ум, и совесть его. Абсолютно оскверненный человек, он будет смотреть на Иисуса Христа, и для него Иисус Христос будет богохульником, понимаете, самым каким-то сектантом, самым главным сектантом. Давайте мы откроем следующее место, это очень важные места, и это место написано в первом послании от Иоанна, про последнее время, апостол Иоанн пророчествует. Первое послание от Иоанна, вторая глава, 18 стиха. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. Антихрист, это очень просто, это тот, кто против Христа, тот, кто против Иисуса. И теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Апостол Иоанн отслеживает такие вещи о том, что, вы знаете, на самом деле, просто пришли люди, которые вроде бы как покаялись, вроде бы были нашими, но потом через какое-то время они ушли. И вы знаете, потом, как правило, образуются какие-то такие секточки. Я бы сказал, что на сегодняшний день, что в моем представлении секта. Секта в переводе буквально обозначает отделенные. Но секта в моем представлении это закрытая группа, которая к себе никого не пускает и становится только там все хуже и хуже. То есть так как это закрытая система, она начинает отравлять саму себя. И в конечном итоге мы с Натальей были во многих церквях, несли во многих церквях служения, в том числе ездили и сталкивались с такими сектами. И тенденция всегда была очень плачевная. То есть там становилось все меньше и меньше народу. И потом в конечном итоге оставался один человек, который говорил о том, что просто вот я там очищал, очищал церковь свою. И в конечном итоге остался я и жена моя. Или я приехал в Германию, это реальный случай, и приехал в город Кассель, и там сестра такая благословенная, которая меня пригласила туда, Наталья, и она к нам приезжала. И она пригласила в свою церковь. А тогда церковь возглавляла одна сестра, которую просто поставили на испытательный срок. И Наталья подошла к ним, говорит, вот пастырь приехал из Болгарии, и он хочет поделиться словом. И она сказала, откуда, откуда из Болгарии? Ну, нашли еще и откуда вообще там приезжать к нам. Если будет там откуда-то с Америки, я бы ему разрешила. А не разрешаю. Не даю никуда. Ну как, это же пастырь, у него там церковь, у него слово, я его знаю лично, он у нас проповедовал в нашей церкви, всегда это производило какое-то такое действие. Ну все, я сказала, все, до свидания, короче, запретили. И потом просто Наталья устроила на домашней церкви для меня время. Церковь собралась там на дому, я давал какую-то очередную такую тему, семинар провел, все были очень довольны. Я хочу сказать о том, чем это закончилось. Сестра начала резать направо-налево, через какое-то время церковь начала уменьшаться. Хорошо, что вовремя спохватились, прислали главного пастыря, и он ее убрал. Иначе эта бы церковь, она бы погибла. Просто бы погибла. Потому что просто не все, написано не во всех вера. Вот поставь нечестиво в церкви, и он ее просто вот так, своими руками, просто всех овец просто поперережет. Это все реальность на сегодняшний день, потому что мы живем в последнее время, о чем пророчествует апостол Иоанн, «Они вышли от нас, но не были наши». И давайте мы откроем еще одно место. Еще немного о негативном, и потом мы перейдем к хорошим вещам. Немножко потерпите. Последнее место о плохом, не очень приятном. Это написано в книге «Апокалепсис», книга «Откровения». 22 глава с 10 стиха. И смотрите, написано, «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду». И смотрите, а вот это уже серьезно, потому что это говорит Иисус Христос. И тут уже ничего не отбавишь. Вот эта книга, на которой наложено заклятие о том, что ни одного слова мы оттуда не можем убрать, и ни одного слова мы туда не можем добавить. Иисус Христос говорит, «Нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвещается еще. «Се гряду скорой возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есим Альфа и Омега, начало и конец, первые и последние. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Если это говорит Иисус Христос, то я этому верю. И вы знаете, очень хороший пример, очень хороший пример, самый великий учитель. Сам Бог воплоте пришел на землю. Ну, казалось бы, кого вообще обмануть невозможно. Господь с неба. И в числе его учеников находится кто? Один человек, который периодически ворует из казны. Библия об этом говорит, он был вором. Что, об этом Иисус не знал? Да, конечно же, знал. Потому что в Писании написано, Иисус от начала знал, кто предаст его. И он говорил об Иуде Искариоте. Знал и почему-то допустил. И вот я могу так сказать четко, что нечестивый вошел в число учеников Иисуса Христа. Он был нечестивым, он оставался в качестве учеников. Я хочу сказать, он был нечестивым человеком. И в конечном итоге он что сделал? Он продал Иисуса Христа за 30 серебряников. Он сделал на нем бизнес. И он подумал о том, что вот... И на самом деле не было у него какого-то покаяния. У него было такое эмоциональное раскаяние. Он понял, что он просто прогорел. Он пошел к священникам. Он, о, Господи, что я же натворил. И потом в конечном итоге пошел и повесился, удавился. И здесь нам Писание говорит о том, что если Иисус Христос не мог исправить Иуда Искариота, пришел нечестивый человек к Иисусу Христу, был в числе учеников и ушел от него нечестивым. И у меня вот такой вопрос на самом деле о том, что мы реально в этой жизни будем с вами сталкиваться с людьми, которых мы не можем исправить. И сам Бог их не может исправить. И это написано в Священном Писании. И это не я придумал. И поэтому на самом деле... Ну, я, например, поступаю так. Я встречаю человека. Сегодня буквально, опять же, я проповедовал одному человеку. Я говорил ему какие-то слова. Я вижу, что этот человек возродился свыше. Он меняется. Все хорошо. Мы там становимся друзьями. Наше общение поднимается. Выходит на какой-то другой уровень. И бывает так, что я встречаюсь с человеком, который вроде бы покаялся, вроде бы пришел в церковь, вроде бы читает ту же самую Библию. Но не меняется абсолютно. Абсолютно. И более того, он становится все хуже и хуже. И более того, все то, что мы делаем в церкви, ему все больше и больше не нравится. Не нравится проповеди, не нравится прославление, не нравится молитвенное служение, не нравится... Все не нравится. Все плохо у вас. Потому что вот там я где-то посмотрел, там вот там хорошо, а у вас все плохо. Я понимаю о том, что просто... Ну, я говорю, хорошо, ну, там, найди другую церковь. Ну, пошел туда, там тоже плохо. И я прихожу к такому выводу. То есть я делаю для этого человека все то, что я могу, все то, что в моих силах. То есть я привожу человека к Иисусу Христу, человек вроде бы покаялся, я вручаю этого человека Господу, я молюсь за него. Через какое-то время, когда нету плода, я опять ему проповедую, обличаю, опять говорю, обкладываю, как написано, навозом, что-то удобряю, какими-то добрыми делами, какое-то благословение. Проходят годы, два-три года, я вижу, что человек не становится лучше, он стал еще хуже, и он еще более недоволен. То, что я мало даю, то, что я мало благословляю, я мало, то есть я ему должен, не то, что я дам, все ему должны, абсолютно все, весь мир ему должен, и мы обязаны перед ним вот так вот, просто вот так, каким-то образом ему угождать. Да мы не обязаны. Аминь или не аминь? Мы не обязаны, и Господь не обязан. Ну вот, хорошо, ладно, там, раз, ну, прошло какое-то время, я просто ставлю это человеку перед выбором, о том, что если ты не меняешься, моя задача как пастыря, оградить тебя от моей пасты, потому что ты являешься токсичным человеком, я называю таких людей токсичный человек, потому что от тебя исходит один сплошной негатив. Ты носишь отраву в нашу церковь, ты отравляешь людей, ты говоришь о том, что все плохо, что пастырь плохое, прославление плохое, все, ну, мы тебе не нравимся, ну, тогда поищи другое собрание, пожалуйста, тебя же сюда насильно, никто не привязал там к этому сидению. До свидания. Аминь. Все, потому что так в Пиблии написано, это наставление пастыря, избавляйтесь, избавляйтесь у лукавых и беспорядочных людей, ибо не во всех верах. Я воспринимаю это как прямое такое указание от Господа о том, что, ну, если так написано, если ты, Господь, говоришь о том, что, ну, нечестивый, ну, пусть еще творит свое нечестие, да, ну, неправедный, пусть еще творит свое неправдное. Ну, твори нечестие, пожалуйста, да, ну, не надо творить нечестие здесь, в церкви у нас, здесь Дом Божий. Все, на эту тему я закончил, мне самому неприятно, поверьте, ну, я обязан это говорить, потому что, если я вас не предупрежу, кто вас предупредит? Сейчас о хорошем. Слава Богу. И вот я начал сегодняшнюю проповедь с того, что есть так называемая групповая динамика у любой группы, и что на самом деле группа, вот у нас, ну, группа, да, вот, сегодняшний день нас примерно так, вот, 40, 50, иногда собирается больше людей. Мы проходим какую-то пленную такую динамику, мы возрастаем в Господе, да. Можно, пожалуйста, это вот это место и в послании к Ефесянам хотел прочитать. И в послании к Ефесянам, то, что я уже читал на позапрошлом служении, 4 глава с 11 стиха, и он поставил одних апостолами, других пророками. Иисус поставил, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Все эти дары, они нужны для того, чтобы созидалось тело Христово, в котором царят свои законы. Для того, чтобы святые становились еще более святыми, да, чтобы они становились еще более совершенными. Дальше. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенному, в меру полного возраста Христова. Аллилуйя. Пока не возрастем до полного возраста. Да мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. 15 стих. Но истинную любовь все возвращали в Того, Который есть глава Христос. То есть мы призваны созидать тело Христово, проповедовать, евангелизировать и приращивать к телу Господнему. Из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Смотрите, как прекрасно пишет апостол. Тело, которое составляется, совокупляется посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Эти связи, они взаимно скрепляющие. При действии в свою меру каждого члена. И здесь написано, что каждый из нас, он призван действовать. Это не то, что вот я пришел в церковь и просто слушаю, наблюдаю, там служители действуют, молятся, проповедуют, прославляют, а я просто буду сидеть и слушать. Нет, каждый из нас призван действовать. В свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Слава нашему Богу, здесь есть четкое описание того, как устроена церковь, как устроено тело Господне. И когда церковь проходит определенную динамику и проходит, и поэтому, знаете, мое сегодня обращение к тому, что есть худые сообщества, которые портят добрые нравы, а есть доброе сообщество, аминь, да, которые призваны созидать, которые призваны усовершать святых, и это и есть церковь Христова. Живая церковь Иисус Христа – это доброе сообщество, в которое даже если придет человек, ну, невозрожденный, да, ну, просто, может быть, он в прошлой жизни там убивал, да, или там воровал. И мы видим колоссальные перемены, ну, бывшие наркозависимые, да, или просто какой-то преступник, рецидивист. И он здесь перерождается, он познает Иисус Христа, и мы видим, что из преступника, ну, апостол Павел тоже был таким, знаете, как, он себя называет изродом, да, ну, просто крайняя такая вот мера, когда он просто христиан хватал, сажал их в темнице, заставлял их улить Святого Духа, занимался страшными вещами, именно занимался тем, чтобы умертвить вот эту душу, которая поверила в Иисуса Христа. И этот бывший изрод, он поверил и стал величайшим апостолом, величайшим апостолом. Церковь – это вот такое место, церковь – это такое место, когда мы можем увидеть перерождение, изменение личности человека, когда был один человек, и через какое-то время, через короткий промежуток времени, мы видим, что этот человек абсолютно изменился, стал абсолютно новым, древнее все прошло, теперь все новое. Аминь, да, и мы можем на самом деле просто... Но я хочу сказать о том, что этого недостаточно. Очень важно удерживаться в рамках церкви. Церковь – это на самом деле как ковчег, ковчег завета, ковчег ноев, в котором, может быть, иногда там воняет, но на самом деле там животные какие-то, которые только вот, ну на самом деле еще не возродились, там псы, там чародеи. Но это единственное место, в котором мы спасаемся. То есть мы спасаемся сегодня только в теле Господнем, в этом ковчеге Нового Завета. Давайте я открою еще одно последнее место, оно написано в книге Деяний, 4 глава, с 32 стиха. Я хочу сказать о том, что здесь написан некий эталон того, что произошло с учениками, с апостолами Христа, те, которые остались с Ним до конца, даже до смертной крестной смерти. И вот отследите вот эту динамику. Если вы будете исследовать глубоко Евангелие, вы увидите о том, что апостолы были с Иисусом вот на протяжении трех с половиной лет. И потом скрываются какие-то различные их пороки и недостатки. Они периодически там набрасываются друг на друга, начинают делить, кто будет там первым сидеть на небесах рядом с Иисусом Христом, кто будет более важным. И все делят, все там ругаются друг с другом. Потом в конечном итоге выясняется о том, что они все, практически все оставили Иисуса Христа. Кто-то отрекся, кто-то предал, и все остальные сбежали. Несмотря на это, Иисус Христос продолжает их любить. И после того, как Он воскрес, Он опять приходит к Ним, опять продолжает их увещевать, кроме сына погибели, как написано, кроме Иуда Искариота. И Он обещал так. Говорит, я всех сохраню, Отец, всех тех, которых Ты мне дал, кроме сына погибели. То есть Иисус изначально знал, что у Него среди учеников будет один сын погибели, который вот так просто пройдет, вот так через череду вот этих событий, и останется нечестивым человеком. Представляете? Вот такой парадокс жизни. Иисус все это знает. Есть люди, которых даже Бог не может изменить. И ученики проходят всю вот эту групповую динамику. То есть там первый уровень клише, что мы такие на самом деле. Я верю в то, что Иисус Христос неспроста убирает рыбаков. Это были не просто рыбаки. Это были бизнесмены. Это были кооператоры. То есть у них была кооперация. То есть это была фирма. То есть у них была рыбацкая фирма, которая занималась, ну, по-крупному, можно так сказать, как болгары говорят, на эдро. На эдро. То есть у них была своя рыбацкая артель. Периодически они всей своей командой выплывали в море и сетями выгребали рыбу. Ну, то есть я же не придумаю, правильно? И потом всю эту рыбу они продавали. То есть это был, ну, в хорошие времена это был хороший бизнес. То есть много рыбы поймали, хорошие деньги заработали. Они были бизнесмены. Ну, на современном уровне их можно было так назвать. Почему они стали апостолами? Почему Иисус Христос их выбрал? Потому что у них была очень четко наработанная система о том, что они могли хорошо, профессионально ловить рыбу. И потом Иисус Христос говорит, теперь я вас сделаю кем? Я сделаю вас ловцами человеков, ловцами человеческих душ. И так как вы рыбу ловили не просто так удочкой, а сетями, так же вы сетями будете ловить человеческие души. То есть приобретать их буквально сотнями, тысячами, десятками. Это произошло? Это все реализовалось. То есть Иисус Христос знал, на кого ставить. Он просто на самом деле, он говорит, вот я ставлю на этих людей, а не выдержит, потому что у них есть профессиональные навыки. Эти люди прошли всю вот эту динамику. Потом на самом деле была стадия агрессии, потом внутренний взрыв, катарсис, какое-то озарение, инсайт, в плане того, что они поняли, кому они служат. Они поняли, кто такой Иисус Христос. Фома буквально упал. Перед ним говорит, ты мой Господь и ты мой Бог. И вы знаете, на самом деле, самое главное, что они поняли о том, что Иисус Христос, даже когда мы бываем неверны, Писание так говорит, Он остается верен. Аминь. Его безграничная любовь, колоссальная любовь, которую Он покрыл учеников, и они поняли, несмотря на то, что все вот эти наши недостатки, они вот так вскрылись, Иисус продолжает нас любить. Он остается верным нам. Он друг. Он все равно друг. Он все равно нас собирает. Он все равно нас покрывает. И Он обещал нам, что Он, несмотря на то, что Он прекрасно нас знает, Он даст нам Духа Святого, даст нам силу, и мы пойдем, мы будем для Него делать самые невероятные, все то, что Он делал, и мы будем делать. Вот это да. Вот это любовь. И когда вот эта группа прошла полную динамику, смотрите, что с ними произошло. В этой группе начали происходить невероятные чудеса. Группа обрела статус вот этого, знаете, взрыва. Взрыва, когда, попадая в группу, любой человек получал мгновенное исцеление, получал мгновенное освобождение, получал спасение, получал какие-то невероятные благословения. Все обетования, которые были когда-то обещаны Богом, они начинали исполняться на этих людях. Эталон. Я читаю сегодня эталон. Книга Деяния, 4 глава, с 32 стиха. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа. Как прекрасно звучит. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вы знаете, на протяжении моей христианской жизни мы с Наташей проходили какие-то такие, знаете, просто у нас было очень много групп, у нас было много церквей, которые мы поднимали, которые мы участвовали, где мы несли служение. Если бы вы меня сегодня спросили, членом какой церкви ты являешься, пастор? Ну, конечно же, наши. Та церковь, которая сегодня, я служу, мне она нравится, я люблю каждого из вас, каждого из вас я знаю по имени, мы имеем общение. Но я хочу сказать, что не только. Я вспоминаю всех тех людей, которым я сегодня благодарен. Опять же, Наталья, она свидетель о том, что у нас были прекрасные духовные родители. Это Алиерборна, семья Алиерборна, которых я никогда не забуду, которые по сей день несут служение. Александр Алиерборн, для нас это был Иисус Христос на то время, именно когда мы только получили рождение свыше, его мама, Нина Ивановна, они нас буквально вот так взрастили, буквально они нас нянчили, они кормили нас чистым духовным молоком, они отвечали на все наши вопросы. Я им очень благодарен. Я принял вводное крещение 16 июня 1991 года вместе с одним пастырем, который сегодня несет международное служение, Игорь Семенович Ким, который стал пастырем огромной церкви, динаминации Грейс, благодать по всему миру. И недавно мы встречались с ним в Сеуле, и встреча такая прекрасная. Он с женой, супругой, я с супругой. Еще пастыря были, кого мы не знаем, кого мы знаем, но мы провели с ними классное время. Пастыря, которых мы оставили вместо себя в Казахстане, Сергея Гульшара, Шеврины. И вы знаете, когда мы с ними последний раз разговаривали, и Гульшара нам говорит о том, что, вы знаете, каждый вечер, каждый вечер мы садимся на молитву, и мы молимся за вашу семью. Мы говорим о том, что, Господи, спасибо тебе за то, что у нас такие прекрасные служители, за то, что они там несут служение. Мы благословляем ваше служение, мы молимся за ваших детей, мы призываем защиту от драгоценной крови. Каждый вечер. Это родные нам люди. Я могу так вспоминать мой очень близкий духовный брат Абай Трубергенов со своей супругой Саули, которые стали пастырями в столице Казахстана, в Астане. Пастырь Пекинской церкви Стас Лю со своей супругой Элеонорой. Вы знаете, вот эти люди, их много на самом деле, и они по всему миру. Надежда Карплю, которая сегодня в Америке. Эти люди, они стали нам... То есть мы прошли через что-то, ну, как в мире говорят, через Крым и Рим прошли. Мы их чувствуем на расстоянии. Они сейчас на другой стороне земли. Кто-то там в Сеуле, кто-то в Лос-Анджелесе, кто-то в Сиэтле, кто-то в Казахстане, кто-то в России. Мы их чувствуем в духе. Почему мы их чувствуем? Потому что мы когда-то что-то пережили вместе. Пережили с Иисусом Христом и друг с другом. Иисус нас соединил, и разорвать вот это невозможно. Я могу сказать, что сегодня я являюсь членом Вселенской Церкви. И потому что, на самом деле, ее нельзя назвать даже Евангельской Церкви. Потому что Игорь Семенович это пастор Пресвятерианской Церкви. Абая Турбергвенов пастор Пресвятерианской Церкви. Кто-то пастор Баптистской Церкви. Кто-то пастор Пятидесятской Церкви. Кто-то пастор Православной Церкви. Один из моих учителей, которых я почитаю с православной церкви, и я на его книгах воспитывался, это Александр Мень. Я его очень уважаю. Это православный человек. Я тоже вчера говорил об этом. Я считаю себя православным человеком, потому что я правильно славлю Бога. Аминь. Я баптист, потому что я крещу людей, водное крещение преподаю. Я пятидесятник, потому что мы молимся за крещение Святым Духом. Мы христиане, это нас объединяет. И вы знаете, вот это тело Господне, оно живет своими законами. Мы в нем объединены. Мне бы очень хотелось, чтобы наша церковь, которая не так давно родилась, нам всего лишь пять лет, чтобы мы вот это прошли, чтобы мы прошли до конца, чтобы мы сплотились, чтобы мы, когда мы через это пройдем, мы стали настолько родными. Писание говорит, что иной друг роднее брата. Вроде бы как звучит немножко страшно, о том, что ну как так. Ну, Писание, да. Мы можем так подружиться, мы можем стать такими друзьями, что мы можем стать намного роднее, чем родственники, которые родные по плоти. Потому что Иисус Христос так говорит. Он говорит, кто мой отец? Или кто моя мать? Или кто мои братья? Или кто мои сестра? Те, кто исполняет волю отца моего. Тот мне и брат, и сестра, и отец, и мать моя. Можете себе представить? Ну, надо пройти через это. Надо пройти. И поэтому написано, не оставляйте собрание вашего, да, как есть у некоторых обычаев. Потому что очень легко уйти, сказать обидеться и сказать, ой, да, пошли они там куда-нибудь подальше. Я сама там что-нибудь организую, ну, просто у меня будет не хуже. И потом организовывается, замыкается и превращается в секту. Мы не секта, потому что мы открыты. Вот секта – это закрытое состояние. Мы не секта, потому что мы открыты. Мы открыты для православных, мы открыты для католиков. Потому что в моей жизни есть, ну, в Казахстане очень много католиков, которые принимают крещение Духом Святым. Крещенных, представляете? Которые еще более харизматичны, чем харизматы. Есть православные, которые сегодня принимают крещение Духом Святым. Наши сердца для них открыты. Это наши братья. Что? В православной церкви человек не может спастись? Да, конечно может. Это мое изначальное учение, я на этом стою. В православной церкви можно получить спасение? Конечно можно. В католической церкви можно получить спасение? Конечно можно. В евангельском церкви можно получить спасение? Конечно можно. Потому что спасает Иисус Христос, лично спасает, не динаминация, которому стены вот эти рамки, они вообще не нужны. Он везде входит, да? И он входит и ищет те сердца, которые хотят ему вполне, полностью целиком принадлежат, которые взыщут его всем сердцем. И смотрите, что дальше написано. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолам. И каждому давало в чем, кто имел нужду. Так и Иосия, прозванный от апостола Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом кипринянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В этой группе начали происходить невероятные чудеса. Исцеление, знамения, воскрешение. И что-то это мне напоминает. Я хочу сказать, я хочу вспомнить еще одну группу, которая состояла из более чем трех миллионов человек. Это был Израиль, который вышел из Египта, и потом они шли 40, 40 лет. О, Господи, Боже мой, да? Они ходили вот так кругом по пустыне, и за это время у них с ними что-то произошло. Вы знаете, Библия говорит о том, что они не болели. У них не было болезни. У них обувь на ногах, она не снашивалась. Можете себе представить? Группа, которая объединена Богом, она начинает обладать самыми невероятными свойствами, потому что она становится частью Бога. Запомним это, да? И сегодня я заканчиваю на чем? Я заканчиваю на хорошем. О том, что моя душа, здесь написано, да, у них, у всех уверовавших было одно сердце и одна душа. Моя душа, да, это есть то, что я слушаю, на что я смотрю, я слушаю, я принимаю решение слушать только слова Божие, аминь, да, которые через Писание Бог будет говорить, или через моего брата, или через мою сестру, через проповедника, через молитвенников. Я, есть то, на что я смотрю, да, я буду опять же смотреть только на Господа, как он будет идти, куда бы он ни шел, я буду следовать за ним. Я, есть то, что я говорю. Мы верующие, потому мы говорим, так Писание говорит, и говорим, как слова Божие. Мы не свои слова говорим, аминь, по крайней мере, им так призваны, не свои слова говорить, потому что, на самом деле, за каждое слово мы в придет время дадим отчет перед Богом. Но очень важный аспект сегодня. Я, моя душа, есть то, с кем я общаюсь. Какой общности я сдержусь? Вы знаете, моя мечта, она была, на самом деле, изначально такой. Господи, вот придет время, мне бы хотелось создать какую-то такую общину или целое, чтобы это целая деревня какая-то была, христианская деревня, где, ну вот, это наша территория, это Царство Божие, да, Царство Божие распространяется. И, на самом деле, в этой деревне, потом, может быть, это поселок городского типа, потом это, может быть, город, потом, может быть, это целая страна. Может быть, ведь я только мечтаю, потому что на самом деле мы живем в последнее время, но я верю в то, что во времена пробуждения, так всегда было, во времена самых невероятных пробуждений возникали целые христианские города. Можете себе представить? Америка в самые лучшие годы, это была вся страна христианская. Южная Корея сегодня, можно сказать, что вся эта страна, она на сегодняшний день, по статистике, которая была 10 лет тому назад, 87% населения в Южной Корее, активные христиане. 87%, это с ума можно сойти. Вся страна, начиная с президента, это все христиане. Президентом может стать только выходить из какой-либо протестантской церкви. Это условие. В каноне прописано, да, в уставе, в законодательстве Южной Кореи самых два основных принципа молись и трудись. Молись и трудись. Молись и трудись. За 50 лет подняли страну до такого уровня, о котором ну, например, ну, на самом деле, там России даже, да, ну, просто только мечтать. Почему? Потому что встали в проломе за свою страну, потому что полюбили нацию, потому что поверили, потому что начали молиться и потому что начали трудиться. Я заканчиваю. Давайте мы встанем перед нашим Господом, встанем в проломе за благословенную Болгарию. Мы здесь не просто так, мы здесь не случайно, мы любим болгар, мы полюбили болгарский язык, мы полюбили болгарские традиции, мы танцуем болгарское хоро, мы кушаем шопские салатки, да, но мы не пьем болгарскую ракею. Аллилуйя. Спаси я тебе, дорогой наш Господь. Я сразу помолюсь за пожертвование, потому что вот мы сегодня на этом закончили, что вот это прекрасное место. Ни у кого не было ни в чем нужды, не было между ними никого нуждающего, и во все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Я верю, что во времена пробуждения будут возникать целые христианские деревни, города, страны, потому что пробуждение грядет, последнее пробуждение грядет, последний дождь, он готовится. Целые страны сегодня готовятся. Готовится мощное пробуждение в Китае, и вот эта критическая масса, она уже созрела, уже более 100 миллионов самых активных, самых горячих христиан сегодня в Китае просто непрестанно молятся. Россия сегодня движется к этому мощному пробуждению, и будут возникать целые христианские города, просто пророчества во имя Иисуса Христа. И придет время, когда в Болгарии будет мощнейшее пробуждение, которое просто захлестнет всю страну, и здесь просто будет целая христианская держава, мощная христианская держава, такая сильная, которой никогда не было, могущественная, в силе своем, имеющая духовную власть и духовные полномочия, с верующим президентом страны, страны, живым, возрожденным христианином. Целый аппарат управления, акимы городов будут верующими, я просто приглашаю, на этой земле, которая считается православной, но пусть православные оживут и станут просто живыми, возрожденными христианами, потому что православие не спасает, спасает только наш Господь Иисус Христос. Ему за все слава, честь и хвала, Господь Иотич, мы Тебя еще и еще раз благодарим, Господь Иотич, за это служение сегодня, за предупреждение, которое написано в Писании, это не пастырь придумал. Дай нам, Господь, слушать то, что служит к созиданию, к назиданию, к превращению тела Христова. Дай нам держаться только тех общностей, которые открыты для Евангелия, для других церквей, для других пастырей, которые принимают у себя других проповедников, приглашают из других стран. И здесь постоянно какое-то движение происходит в Святом Духе. И мы благодарим Тебя за то, что сегодня Юля к нам приехала, за то, что она, Господь Иотич, вместе с нами прославляла нашего Господа. И мы молимся, Господь, сегодня также за нее, Господь Иотич. Аллилуйя, Отец, Ассана, слава Тебе. Пусть в этом сердце всегда будет очень много благодати, очень много любви, очень много помазания. Я верю в то, что это служение, оно только подымается, что она подымет группу, мощную группу прославления. И Ты прямо сейчас обновляешь ее в силе, прямо сейчас Ты обновляешь ее в юности, прямо сейчас Ты обновляешь завет вместе с ней, Господь, потому что, Господь Иотич, это очень драгоценный сосуд в Твоих руках. Аллилуйя, хвала Тебе, Господь Иотич. Мы благословляем служение Антона и Марианны, которые как миссионеры приехали сюда, на болгарскую землю, и сейчас несут служение под русы. Аллилуйя, Отец, побольше присылай, Господь, таких делателей, потому что жатвы много на этой земле, а делателей, как всегда, мало. Но пусть, Господь, их будет много на этой земле, Господь Иотич. Истинных делателей, которые не только говорят, но и делают, исполняют волю Твою, исполняют заповеди Твои. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты благословляешь нашу церковь, за то, что у нас есть всегда финансы, для того, чтобы принимать гостей, служителей, которые, Господь Иотич, Аллилуйя, Отец, есть Твои служители. У нас предстоит, Господь Иотич, встречать очень большую группу из Южной Кореи, Господь Иотич. Аллилуйя, Отец, они приезжают уже в конце июля, Господь Иотич. И мы благодарим Тебе за то, что мы уже имеем необходимую финансовую поддержку, для того, чтобы, Господь Иотич, принять этих гостей, для того, чтобы, Господь, устроить это мероприятие, этот фестиваль, этот семинар, который они будут здесь производить, Господь Иотич. Устройте, Господь Иотич, Аллилуйя, Отец, асана, Господь Иотич, жительство. Хвала Тебе, спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя, Отец. Мы благодарим Тебя еще и еще раз. Аллилуйя. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. И Церковь Божия скажет Аминь. Аллилуйя.